Татьяна Ковалева приехала в Череповец из Суды, сразу после школы. Поступила в лесомеханический техникум на одну из самых востребованных специальностей. Девушка всегда мечтала быть юристом и помогать людям в сложных ситуациях. Однако студентке тоже приходится нелегко. Я являюсь иногородним студентом и здесь снимаю квартиру. То есть по ценам, да, это немного многовато. И для стипендии приходится постараться, чтобы получить эту стипендию. Надбавка к стипендию, это очень хорошо и для любого другого студента тоже. И даже это будет одним из стимулов для студента, чтобы ее получить. Владимиру Муравьеву проще. Он живет с родителями. Сейчас пытается устроиться на работу. Увеличенная стипендия позволит ему быстрее накопить на мечту. Начальная стипендия моя была 545 рублей еще с первого курса. Сейчас я слышал, да, ее повышают. То есть минимально там будет больше тысячи где-то. И я думаю, это хорошая ночь для всех, так и для студентов первого курса. Так как я, честно, на первом курсе получил 545, а они будут тысячи уже. Прежде студенты среднего профессионального образования за хорошую учебу получали 436 рублей. Без каких-либо надбавок. Теперь эта сумма увеличилась более чем в два раза. Такое решение приняли еще в начале года. В числе счастливчиков оказались более 16 тысяч вологодских ребят. В рамках инициативы губернатора в этом году было принято решение и департаментом образования внесены изменения закона о среднем профессиональном образовании об увеличении норматива стипендии для обучающихся среднего профессионального образования до 1000 рублей. Эти стипендии будут получать обучающиеся среднего профессионального образования в Вологодской области, которые будут обучаться в течение года на 4 и 5. Повышение стипендий сказалось и на повышение остальных стипендий, кроме академической еще и социальной стипендии, которая составляет полуторакратный размер от стипендии академической, поэтому она тоже возросла в полтора раза. Ну и, соответственно, выросли все выплаты на сирот, на канцелярские принадлежности и так далее. Сейчас в области работают 32 учреждения специального профессионального образования. Ежегодно они выпускают несколько тысяч рабочих кадров, которые оказываются востребованы в муниципальных и на промышленных предприятиях города и области. Татьяна Жданова, Сергей Павлов. Новости.